Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео хочу с вами поделиться очередным рецептом. Этот рецепт из кильки. Килька в томатном соусе, который мы можем приготовить в домашних условиях. Довольно-таки вкусно и просто. Я расскажу вам, как это сделать. Сейчас я покажу вам, как выглядит консерва, которую мы приготовили. Вот у нас килька в томатном соусе. Вот смотрите. Цельная полностью рыбка, полностью целая. Есть у нас в соусе и лучок жареный. Рыбка получается замечательно по вкусу, по запаху. Очень. Прям слюньки потекли. Очень замечательно получается рыбка. Всем советую приготовить, так как все-таки, когда готовите своими руками, вы знаете, что вы ложите, как вы готовите. И это очень вкусно, поверьте. Порадуете и своих родных, и близких, и даже можете угостить гостей. Посмотрите, какой замечательно получается консерва из рыбки. Очень вкусный прям. Хочется уже взять хлебушек и начать ее кушать. Давайте приготовим такую вкусную консерву. Кильку нужно помыть и, соответственно, почистить. Кильку оставляют головой, потому что сама килька в томате делается цельная. Но удаляем внутренние части. Рыбу панируем в муке и обжариваем с двух сторон. Очень важно рыбку не поджаривать до очень большой корочки. Она должна слегка обжариться, или же она у нас развалится во время приготовления. После того, как рыбку обжарили, я укладываю в баночки. Делаю вот таким образом, чтобы брюшки были по баночке. Сначала укладываю так, чтобы они хорошо смотрелись, когда в баночке лежат. Вот таким образом, чтобы хвосты были кверху. Баночку плотно не набиваю никогда. Хвостами кверху очень удобно потом вытаскивать. Просто переворачиваете баночку, и у вас все выходит. Рыбка у нас последняя дожарена. Вот сейчас она у нас остывает. А мы обжариваем лук. Лук я нарезаю обычным стандартным способом, как мы режем при приготовлении любых блюд. Небольшими кусочками. Слишком крупно лук я не советую делать. Не очень приятно, когда он в соусе попадается. Помельче лучше нарезать. И его нужно обжарить на сковороде. Для золотистого цвета. Пока лук жарится, разогреваем в кастрюле томатный сок. Томатный сок можно использовать хоть домашнего приготовления, хоть покупной. Если вы берете покупной, тогда придется обязательно смотреть по вкусу на сахар и соль. Потому что уже покупной сок содержит и сахар, и соль. А мы ее будем добавлять дополнительно, так как все-таки мы не добавляли ее при жарке рыбы. В соли добавляем столовую ложку на литр сока. И две чайных ложки сахара. Зачем мы кладем сахар? Сахар уменьшает кислотность сока томатного. Дело в том, что сок томатный имеет кислотность. И чтобы ее уменьшить, добавляется сахар. Ставим на плиту и разогреваем до температуры градусов 40-50. Кипятить не нужно. Нужно только лишь растворить сахар и соль. Лук обжарили и в каждую баночку добавляем жареный лук. Можно по ложечке две добавить. В кельке, в томатном соусе, лучок лишним не будет. Первую партию баночек мы залили. Получилось у нас 5 баночек. Литр ушел на 5 баночек. Осталось у нас незаполненных 4 баночки. Значит, рассол готовим. Уже с наименьшим количеством сахара и соли. На 800 мл сока добавляем неполную столовую ложку соли. 2 чайных ложки сахара. Неполный, без горочки. Ставим также, разогреваем до 50 градусов, чтобы растворилась соль. И начинаем после этого разливать оставшийся сок по нашим 4 баночкам. Баночки полными наполнять не стоит. Так как сейчас у нас будет стерилизация. Во время стерилизации у нас поднимается жидкость кверху и может выдавить крышки. Перед тем, как закрыть крышками баночки, я обязательно протираю горлышко салфеткой. Сюда попадал и жир, и остатки, как говорится, соуса. Это может испортить вашу консерву. Поэтому обязательно нужно протереть чистой салфеткой. После этого только закрываем крышками. Баночки плотно закрываем крышками. Необходимо обязательно проверить на закрытие. Банки должны очень плотно закрыты. То есть, чтобы никаких не было косяков. Баночки складываем в кастрюлю, где будем стерилизовать. Обязательно на ней сложим тряпочку какую-нибудь, чтобы у нас не было соприкрасновения с металлом. Наливаем воды по плечике. По плечике это вот здесь, где начинает у нас перекат идти у баночки. Плечика вот здесь. То есть, по плечике наливаем воды. Ставим на плиту. Доводим до кипения. И после кипения снижаем температуру до низкой. Так, чтобы у нас не кипела вода, а томилась. Если хотите, чтобы у вас была консерва похожая на фабричную, когда не остается даже никаких косточек, желательно подержать консерву часа два на плите. Все ставим на плиту. Консерва у нас готова. Килька в томатном соусе. Маленькая заметка для приготовления консервов. После того, как вы закончите готовить консерву, варить, отключите огонь, обязательно баночки оставьте остывать в воде. Тем самым вы способствуете тому, что консервы, во-первых, доготовятся, во-вторых, у них вакуумируются крышки. Они закроются плотненько под вакуум. Дело в том, что во время варки, вы заметите, крышки надуваются, образуется внутренний вакуум. А когда они начнут остывать, тем самым их затянет внутрь, и они хорошо укупорятся. И будут ваши консервы тогда храниться отлично. Достаем баночки только после того, как остынет вода. Храниться баночки консервы рыбной при комнатной температуре можно оставить в комнате и хранить. Но все-таки желательно оставлять ее в прохладное место. Любые консервы, они должны храниться в прохладном месте по возможности. Долгое хранение нежелательно таких консервов. Все-таки не забывайте, это домашняя консерва. Она проходит хоть и термическую обработку, но лучше больше года не хранить. По рецептуре, по количеству ингредиентов, которые используют для приготовления кельки в томатном соусе, я оставлю рецепт внизу в описании. Полное рецептное приготовление конкретно вот такого объема консервов. Здесь у нас получается 9 баночек кельки в томатном соусе на 9 баночек 350-граммовых. Напишу полностью рецепт состава. Всем, кому понравился рецептик консервы из кельки в томате, поставьте пальчик вверху. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!